Слово распутство – это понятие такое, человек расслабился и позволяет себе делать то, что он хочет. Правильно? Распутство. Или нет? Распустился. Отвязывается по полной программе. Второй шаг, который ведет к разврату человека, называется как бы распутство. Я называю это распутство. То есть всепозволительность. Распутие. Много вариантов. И он избирает тебе, например, страсть. Вместо того, чтобы контролировать ее, он позволяет этой страсти развиваться в его разуме. Человек, который убирает кодекс морали со своего горизонта. Местописание. Мы видим из 2-го послания к Коринфянам, 12-я глава, 21-й стих. Павел говорит, 2-го Коринфянам, 12-21. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многие, которые согрешили прежде и не покаялись в нечестии, в благодеянии, в непотребстве, какое делали. Смотрите. Человек, зная свое положение, он стал распутствием. То есть, он стал на место, где границы, которые его оберегают, он передвигает их в свое желание. Галатам, 5-я глава, 19-й стих, также об этом говорит. Дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Слово «непотребство» – это именно вот это распутство. 5-я глава, 19-й стих. Эфессианам, 4-й, 19-й. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распустству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Разврат, второй шаг разврата, это распутство, то есть, ненасытимость в делах, которые они делают. То есть, неудовлетворение. Оставляя, раздвигая границы, человек начинает допускать себе многих вещей. Начинается это все простыми, небезобидными вещами. Позволительно порнографию посмотреть, пойти на пляж одесский, позагорать. Когда говорят, там есть на что посмотреть. Сюда, туда, да? То есть, моменты красивые, там-то и старые, и есть моменты. Есть на что смотреть, да, или не на что смотреть. Вопрос именно в этих вещах. То есть, есть моменты, где граница, она перемещается с человеком. То есть, подсмотрел, увидел, не наказан, еще, сделал еще мультик, еще произведение искусства. Третий шаг к разврату. Такое донжуанство, я называю купидонство, такие купидоны. Третья ступень, шаг к распутству. Разврату, извините, за разврату. Знаете, такой есть мистический, греческий символ любви. Амур или так. По-другому называется купидон. Купидон. Знаете, как старый такой анекдот между Советским Союзом и Польшей был. Там Ерузельский был такой, во время Горбачева был Ерузельский. И Михаил Корбачев обращается к Ерузельскому, говорит, слушай, тебе нужно поменять свой герб в Польше на кенгуру. Он говорит, чего это? Чего это? Ты чего? Он говорит, ну что, твои львы, ну никуда же не идти. Твои поляки по всему миру скачут, как кенгуру, и все в свою сумку тащат. Вы помните эти времена, да, 80-е, это все. Ерузельский, недолго думая, говорит, Миша, я думаю, Серпимолот нужно сделать, переименовать, перекрасить или переделать на купидона. Он говорит, а чего это? Ну что, говорит, вооружился до зубов, ко всем своей любовью лезешь и сам с голым задом остался. То есть момент здесь очень важный, к чему мы подводим, что состояние человека к разврату приходит всепозволительность, то есть насильственное желание, по-английски говорят, drive, стремительное, ужасное желание к сексуальному удовлетворению. И ко всему таких людей уже не все по полной программе. Есть нормальное удовлетворение в твоих сексуальных отношениях. Жени спокойно, имей жену и не делай с ней что хочешь, а наоборот, будь открытым к своим чувствам. Поэтому данные люди, они и ищут извращения. У него чувство страсти, которое мы называем иногда, есть хорошая страсть, есть ненормальная страсть к противоположному полу. Или же те люди, которые уже до конца доходят до своей ручки, уже к тому же полу. Или же вообще, как Писание говорит, что мужеложники, или же скотоложники. Царство Божие что? Не наследует. То есть возвращается до такого состояния. Местописание о римлянам, 7 глава, 8 стих. Интересно, там римлянам вообще, как бы там, там, писание говорит, и Бог предал их приуратному уму. Но там больше. Давайте, кто возьмет, почитать Писание? Давайте, вместо микрофона, давайте, и вычитывайте. Римлянам, 7 глава. Итак, мы видим, что здесь момент, что запрет, да, запрет побуждает человека идти дальше. Заповеди Господни, они щит, который ставит вокруг нас нашу свободу. Вы понимаете, что любая свобода имеет границы. И заповеди являются благими, чтобы мы видели свои границы. И римлянам, будем говорить, там есть, кажется, вторая глава. Первая глава. Первая глава. 21 стих. Да. И дальше омрачилась. Почему? Называя себя мудрыми, обезумели. Слава нетленного Бога изменили в образ подобный тленного человека птицам, членорогим и пресмыкающимся. То и предал их Бог, похотям сердец их, нечистоте. Нечистоте. Момент здесь. И предал Бог их. То есть, Бог, видя их намерение, дал им развратиться. Написано дальше, 26 стих. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным употреблением. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигаются похоти друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам, получая возмездие за свое заблуждение. Именно здесь этот шаг, который мы говорим, вот это состояние страсти, это желание. Первое Фессианам 4, 5. Фессианам? Да. О, Фессианам Никитцам, извините. Фессианам Никитцам. Да. Они в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. То есть, язычество имело в себе понимание, одно из поклонений, это всепозволенность. Всепозволенность. Язычество имело, понимая, всепозволенность. Что не должно было даже и близко быть в общинах верующих людей. Колоссянам 3, 5. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжение, которые есть, идолы служения. Смотрите, блуд, страсть и что дальше? Злая похоть. Нет. Злая похоть и что еще там в четвертое? Любостяжение. Любостяжение. Очень часто любостяжение приплицовывают к финансам, да? Очень часто. Жадности. Но здесь эти 4 греха, они как будто пересечены с одной и той же проблемой. С проблемой сексуального удовлетворения. То есть, с жадностью. Есть моменты, которые ты должен контролировать. Страсть, она начинается не просто, знаете, вот, желанием каким-то. Оно начинается в разуме, опускается в наше чувство, чувство бесконтрольное, которое опускает в действие уже наши тела. Этот момент должен быть контролируемым человеком. Это возможно. Четвертый шаг к распутству – это обман. То есть, обман. Писание говорит, не обманывайтесь, братья, да? Бог, поругая, не бывает, что человек сеет, то он и жнет. Сеющий в плод, что? Сеющий в дух. О чем говорится? Только о финансах или о чем? Наверное, очень важно, что сексуальные грехи – это посев в свое тело. Помните, мы говорили, блудник, он грешит против чего? Против собственного тела, потому что мы есть храм. Бог живет в нас. Данная ситуация, именно здесь говорится об этом, что мы могут быть обмануты. Обмануты чем? Что нет наказания. Можно делать, можно поступать. Нет границам нашим чувствам. Вы помните, мы говорили обман, который представила постцерковная эра. Это где аскеты говорили, вот это духовное важно, плотское. И другие говорили, наоборот, теперь будет разврат, будет очень, как бы, забота о теле важна. Это будет материализм, да? Но христианство желает, или писать, да все писание, даже иудаизм, желает, чтобы и та, и другая часть нашего бытия слилась в одно целое. И обман приходит тогда, когда мы передвигаем наши границы. Каким образом еще приходит обман? Когда мы думаем, что оно все безобидно? Пример. Ну, да, можно сказать, сам обман. Но самое первое, то, что братья, например, видят, что есть прекрасные девушки, пытаются помочь им перенести сумочку. Это под очень какие-то вопросов. Начало как будто безобидно. Ничего страшного нет. Пастор, рэбе, я же ничего не делаю. Я только помогаю. Ничего не происходит. Мы начинаем передвигать наши границы. Границы позволенного. То есть, я всегда говорю молодым людям, если у тебя на самом деле есть намерение, то есть пришла какая-то мысль, прекрасная, хорошая девушка, вот как не поступать? Чаще всего люди, которые мы, вот мы в современном мире, мы не обращаемся к духовным нашим лидерам, чтобы за советом. Мы опираемся на личный наш опыт, опыт, будем говорить, развращенного мира. Мы пытаемся своими способами пробить почву. Поднесли, унесли. Где-то там мы встретились, прошли, погуляли, провели. Вечер, ночь. Ссылка. Молитвенное служение. Рэбе, кому-то же нужно было провести ее. Ночная молитва, ночной страж. На самом деле, есть обман. То есть, обман самого себя. Что я же могу контролировать. Писание четко говорит, бегайте, блуда. Блуд начинается не с того момента, проснулся, извините, голая женщина в моей постели, я весь голый. Слушай, что случилось? Не знаю. А начинается с того малого закваски, которая обращается к наше тело. Наши чувства. И мы думаем, что можем проконтролировать. На самом деле, мы можем контролировать. Не подавайте повода, ищущим повод. Знаете, если будем говорить честно, каждая девушка хочет выйти замуж. Каждый парень хочет жениться. Поэтому, если намерения какие-то у вас есть, то не подавайте повод к разным разговорам, к разным вещам. Это в старые времена было очень просто. Чтобы не травмировать людей, чаще всего я прошу молодых людей, если у тебя есть какое-то желание жениться, прийди, скажи, поговори со мной. Чтобы не допускать каких-то вопросов. Я скажу так, чтобы ребята не слушались моих советов. Попадали в проблемы. Конкретные проблемы. Зачем? Во-первых, потом говорят, у нас никого нету, у нас эти все, наши сестры чересчур поднимают нос, и то самое, чересчур но хотят, они послали меня, и так далее, и так далее. Я говорю, зачем ты это сделал? Ну, я думал, но думал, но думал, какой-то самое, гадаю, чему я не сокол, чему налетаю. Да, вот это самое. Где бы мне найти еще подушку мою родную? Флакать и все остальное. Зачем? Есть правильные моменты в Писании, чтобы подходить. Безболезненно. Четко знаешь, стоит или не стоит. Вот это здесь самообман. Есть моменты обмана, где мы делаем попытки, то есть, даже открыть свой мир, открыть мир взаимоотношений девушек с ребятами. Не нужно испытывать даже и такого. Нам еще провести действительно вечер. Ага, да, еще провести. А что есть такого? Посидеть вечером, подержаться за руки. Посмотрите. Поймите несколько вещей. Если мы не будем себя хранить в святости, мы попадем в капкан. Вы понимаете, да? Если, не подавайте повода. Если я пытаюсь провести там сестру и так далее, вот просто представьте, я лично не останавливаюсь, даже если я еду на машине и люди голосуют, девушки, там, бабушки, так сказать, чтобы подвезти, я не делаю это. Если, когда я сам, я не подбираю людей, чтобы подвезти, даже если это мне в одну сторону. Если я еду с женой, я говорю, Татьяна, может, подвезем? То есть, и она говорит, да или нет. Почему я это делаю? Потому что, сегодня, может быть, у меня нету никаких мыслей. Нету. Я должен как рабе, как старший пастор, я должен ходить себе в святости и все остальное. Поэтому у меня нету мыслей, как бы, в том, чтобы изменить своей жене. Но если я подвезу человека, да, и кто-то увидит меня, увидел меня раз, увидел меня два, начали разговоры. Зачем это мне нужно? Но это мало того, разговоры. Может быть, другая ситуация. Если девушка еще симпатичная и все остальное, все люди, помните, мы говорили, ребята имеют проблему. У них, они встречают всех по виду. Вот посмотрел, увидел и возбуждаются все эти вещи. Поэтому лучше не испытывать ни себя, ни своих чувств. Поверьте, Бог заложил в нас чувства, которые всегда изменчивы. Поэтому Писание говорит, любите своих жен, относитесь к ним бережно, то есть хранить свою любовь. И беспечность такую проявлять, просто взять, провести, увести, это давать повод даже мысли, даже в себе внутри, что ничего страшного, ничего не будет. Поверьте, есть поводы. Почему многие соблазняются, люди падают, потому что они говорят, сначала ничего страшного, потом поехали в одном купе на семинар или на какую-то конференцию. Братья, брат и сестра. ВСВ, да? ВСВ. И потом получается веркосердючка. Понимаете, да? Эти проблемы, ситуации, они сложные. Когда позволяется, например, я запрещаю братьям молиться за сестер, некоторые имеют проблему, возлагают руки не на те места, где нужно. Ладно, на дневных молитвах. Вы пойдете, да? То есть, даже, вы заметили, когда я молюсь, я подрываю сестер, говорю, положи свою руку, и я свою руку не прилагаю к телу. Поймите, что законы, они есть законы, не нужно давать повода. Мы в свободе, но не до какой свободы поставил нас в машинах. Он поставил нас в свободу, но это и есть моя свобода. Выбор не делать этого. Я понимаю, что хотите, чтобы я за них помолился, но это мой выбор, это моя свобода не молиться за вас, например, потому что я могу знать себя, я знаю, что мне позволить, или что не позволить. Зачем подавать даже повод своей жене думать, что я буду не в правильном состоянии. Вы поймите, что многие обижаются на меня. Рай бы не помолился, рай бы не помолился. Может быть, я даже и не хочу этого делать. Что, уже все, да? Вы понимаете, да? Здесь знак, а при чем здесь возраст? При чем здесь возраст, люди? Вы, я не в том возрасте. Вы понимаете, да? Это как бы моменты. Чтобы вы понимали, что этим-то и нужно держаться, держаться в этих вещах. И четвертый, мы говорили, да? Это обман. Человек попадает в обман. Первое фессалонокистое 4,6. Уже вы открывали место Писания, да? Почитайте. Было 4,5, а теперь 4,6. Фессалоникийцам. Почитайте. Второе место Писания. Первое Коринфянам 7,5. Первое Коринфянам 7,5. И второе Коринфянам... Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Потому что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили, вами свидетельствовали. Вы поймите, что обман, самообман состоит в том, чтобы... Говорит так, превратный ум. Что ничего, все пройдет, все будет хорошо. Никто ничего не заметит, ничего не увидит, никто не скажет. Отсюда поднимается момент самодовлетворения. Отсюда происходит... Это по-русски, по-украински, это перелюб. Я или... Как это? Перелюб. Перелюбил. Да, такое состояние. То есть, обман. Это сам обман. Я уже не люблю. Я люблю другую. Измены. Второе Коринфянам 7,2. И первое Коринфянам 7,5. Кто почитает? А второе? 7,5. Я уже читаю. Это первое. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не скушал вас сатана невоздержанием вашим. Очень четко говорят моменты, когда можно, когда нельзя. И сам обман, что я... Ничего страшного, я выдержу. Сколько нужно? Писание говорит четко не отлучаться друг от друга, если это замужние. Не говорится о том, что у тебя климакс, не климакс. Голова болит. Голова болит, не голова болит. Понимаете, да? Жизнь, это есть жизнь. И даже написано, что и взрослые падают. Взрослые падают. Притыкаются, падают. Я честно скажу, что в нашем обществе есть проблема. Называется синдром 40. После 40. Не знаешь, да? Когда после 40... Это не для женщин. Мужчины бросают своих жен и пытаются найти 17-летних, 15-летних и так далее. И я скажу честно, я даже встречал верующих людей, которые горели для Бога, желали, говорили много вещей, попадались на эту удочку. Но ведь это не начинается просто так. Все равно, это не бывает таких вещей, что проснулся гипс на самом деле. Проснулся уже другая. Есть причины, этих причин нужно работать. Это самообман, который речет людей. И последнее, пятое. Пятый ужас. Кошмар, кошмар. Настолько это ужасно, что плоть воздвигается уже в статус идолопоклонства. Пятый кошмар – это то, что человек воздвигает тело в идолопоклонство. И об этом говорит первая глава римлянам. Помните, да? Они тело сделали образ Божий, превратили во что? Поклонению образу. Первая глава. Мы же говорили. Римлянам первая глава. И не только свое, но и чужое тело. Четкое понятие храм Дианы. Или мы говорили, так называлось, Астарта. И другое имя, богиня неба. Это был путь развращенной нации. Это было в Каринфе особенно. Там стоял этот храм, где жрецы и жрецы. Все, что это было, жертвоприношение было каким образом? Это было действие. То есть, все тело воздвигалось в статус идола. Идолопоклонство. И удовлетворение любым способом становилось как целая религия. Религия. Сегодня этот культ плоти, плотского состояния воздвигается в культ поклонения. Люди делают всевозможные операции, чтобы где-то убрать, где-то добавить, чтобы тело стало культом. И это мы видим как у ребят, так и у девушек. Поэтому мы видим мода, которая диктует нам культ личности, культ тела. И это будет в последнее время. Это приводит к гомосексуализму. Культ тела. Садомизм, да? Или как это? Монахизм. Садомах анахизм. Кровосмешательство. Называется так инсект. Инсест. Это запрещалось. Насилование. То же самое. Даже доходит до сексуального убийства, то есть принося другого партнера в жертву. И это есть. Не пробовал. Чикатило, щикатило, не знаю, как это самое. Извращенность до того, что это самое. До смерти, специально до смерти, то есть принося их в жертву. То есть это все на основе сексуального развращения. И таким драйвом для человека является тело. То есть без этого не может быть. Это пик. Пик развращенности. Давайте сделаем завершение такое. Мы не смогли, конечно, пройти много вещей, которые хотелось бы пройти, чтобы... Как сохранить себя в этом мире? Как держать свою девственность? Не получится завтра. Нет, завтра не выходной. У вас нет. Я просто еду встречать людей в Киев. Смотрите. С чего начинается разврат? С чего начинается Родина? С картинки. Нет, в ваших мозгах. С чего начинается разврат? Разврат начинается с картинки, которую каждый начинает себе рисовать. Одни рисуют это, может быть, идеальную женщину, девушку, которая бы сексуально привлекала. Другие девушки рисуют себе парня, который был бы и принцем на белом коне. Понимаете? Начинается с картинки. Мало того, что эта картинка у нас есть в голове, мы начинаем не просто... Можно от нее отрекнуться, то есть мы... Ее можно отвязаться. Но мы начинаем всматриваться в детали этой картинки. Что нас влечет? Потом мы начинаем пребывать в данном мифическом таком состоянии. Потом это превращается в действие. То есть мы прилагаем к этому какие-то усилия, чтобы эту картинку... Чтобы она стала реальна для нас. Потом данные действия становятся привычкой. Привычка порнографии, привычка, как бы сказать, приставать к женщинам, бабникам, привычка анонизма, привычка еще к самодовлетворению. Привычка. Эта привычка начинает влиять на характер человека. И ты можешь с расстояния, уже видеть его поведение, что он делает, говорит, вот какой характер, кто это человек. Ты можешь сразу определить его. И знаете что? Это указывает на твое... Ну, как сказать... Такое destiny, или твою судьбу. Четко оно продиктует, чем ты... Как ты кончишь, как твоя жизнь твоя закончится. Несмотря на то, что люди либо верующие, либо неверующие, когда попадают на путь разврата и вот в состоянии это. Об этом пишет Писание. Что многих отвратило от веры, да? Мы видим, сильные мужи падали, когда женщины вступали в действие. И это одно из... Было из, как бы, таких серьезных моментов, нет, моментов в истории царств. Если хотели разрушить какое-то царство, то посылали женщин, которые на самом деле разрушали и уничтожали царство. Возьмите Шолома. Он, Соломон, он, подавшись этому состоянию, на самом деле отвел, отвел народ от того поклонения Богу. Понятно? При всей красоте, при всем... Интересно, что богобоязненный, вроде бы, был бы человек, да? Знал Бога и попался на удочку такого разврата. И на самом деле это не спасло этого человека. Есть вопросы? Нету? Хорошо. Мы не будем больше разговаривать. я хотел бы, конечно, еще сделать. Давайте посмотрим, как нам преодолеть наше искушение. помните, помните Матфея, 26 глава 41 стих, когда Ишуа обращается к своим ученикам и говорит, плод немощно, а дух бодр. Один из моментов, один из моментов, чтобы преодолеть искушение, является духовная крепость. То есть, когда наша плоть, она немощна, когда она нас искушает, плодской состояние, я не говорю тело просто, а плодское состояние, где оно искушает нас, дух, он помогает нам встать на правильное движение. Матфея 26, 41. Да. Римлянам 7, 15 стих по 20. 7. Павел обращается такое, мы знаем, что закон духовен, а я плотян, дали по плоти, продан греху. Павел пишет, интересный момент, да, что на самом деле плоть, она требует свое, она борется, она хочет, она желает. И дальше Павел говорит, ибо не понимаешь, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Борьба. О чем Павел говорит? Об этом. Об этом. И дальше, если же делаю то, чего не хочу, то соглашая законов, что он добр. Следующее. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех, ибо зная, что не живет во мне, то есть плоти моей доброй, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать иное того, не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущего мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо во внутреннем человеке нахожу удовольствие в законе Божьем. Есть внутренний человек, и есть плоть. Итак, но в членах моих вижу иной закон, противостоящий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящего в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. И дальше, благодарю Бога моего, Ишуа Машеха, Господом нашим, так как тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха. То есть, он говорит, что на самом деле плоть подчиняется закону Божьему. Вы понимаете, да? И даже в семейной жизни, крик, который ходит, мы можем и должны подчиняться закону Божьему, чтобы не нарушать правила Божьих отношений другому человеку. Итак, чтобы нам получить победу, нам нужно понимать, что внутренний человек наш сильнее нашей плоти. Подчиняясь закону, мы становимся свободными от греха. То есть, что он говорит, не имеется в виду, что вот дело так или иначе. Ты когда видишь через призму закона свою победу? Противостаньте дьяволу и он убежит от вас. Но если мы не знаем, как противостоять твердой верой, верой в чего? Что я-то не сделаю или в Бога, который дал нам законы? То есть, написание, не прикасайся к женщине. Да? Почему не прикасайся к женщине? Потому что твое желание, хочется это сделать, но ты прикасаешься, ты позволяешь ей думать, что все нормально и оно совершится. Не прикасайся, будет лучше. Не прикасайся. Ио говорит, я положил глазам своим, да, помните? Что? Не смотреть на девицу. Положил глазам своим. Он понимает эти законы, где ты просто-по-посто отходишь от этого миража, который перед тобой. Уходишь от этих вещей. Откройте Лука, 4 глава, 17-21 стих. Там говорит Ишуов места Писания, которые от Исаии. Читайте, читайте. Читай, читай, читай. Четвертая глава, 17-21 стих. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дух Господен на мне, его он помазал меня, благовествовать нищими, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Шаг, который к победе в своих искушениях, это помнить, что Ишуа пришел освободить пленных. Понимите, что мы, если мы пленные этим всем чувствованием, это нормальное чувство, желание сексуальных отношений. Но, если мы начинаем извращенно смотреть на все это дело, мы становимся пленниками своего разума. Ишуа пришел, чтобы дать нам свободу. И только когда мы будем смотреть на Ишуа, что Он есть наша свобода, тогда мы получим победу в нашем разуме. Нам нужно понимать, что мы имеем сильные стороны и слабые стороны. Нам посмотреть в свои слабые стороны. Где у нас слабая сторона? Например, если наш язык и разговоры с сестрами и так далее нас влечет, удовлетворение тем, что мы разговариваем, наша слабая сторона. Мы должны помнить, что да-да и нет-нет, что сверх того, тот лукаво. Начнешь болтать, что не нужно, попадешь в сети, которые сам строишь. Как нам укрепить наши слабые места? это помнить, что между мужчиной и женщиной в первую очередь должны быть правильные отношения. Мы не претендуем на нее, она не претендует на нас. До того времени, пока вы не будете мужем и женой. То есть помнить, что мы не имеем права ни на что. Если наша проблема является сексуальное отношение и нас возбуждает какие-то моменты, не нужно записываться в художники, чтобы брать этих самых девиц на этот самый для тюрьморда. Пропилпиджик будет. Например, я не понимаю таких моментов, где мужчины становятся гинекологами. мужчины сочувствуют. А вам это приятно? Нет, это неприятно, но на самом деле не понимаете. Вы сами ответили на вопрос. Мне это неприятно, но что делать? Не надо. Не сочувствуют. В голове они сочувствуют. Я не понимаю, почему мужчины становятся гинекологами. Там тепло. В кабинетах. Спасибо. У вас урок до времени. Какой? Какой красота. Восокая он? Половина? В 20? Хорошо. Сохранить себя в этом мире возможно тогда, когда мы понимаем свое положение в Машехе. Если наше состояние позволяет нам наносить ему раны, наносить ему еще обиды, то нам нужно укреплять себя, укреплять молитвы, постом и на самом деле делать добрые дела. Знаете, как тот фильм, который Челентано «Укращение строптивой». Падре, что делать, бить колокола. И как часто вы это делаете? Раз на руки, мозоли такие. И потом следующая реакция «Вечером Челентано рубит дрова». то есть ападре бьет колокола. Момент здесь есть и смешно, но на самом деле и есть истина. Чтобы отвлечь себя от таких страстей и желаний, необходимо перенести свое внимание на что-то другое. На самом деле помощь, работа, действия. ночь для таких людей, конечно, это очень страшная вещь. Но при всем этом, послушайте, я хочу сказать, праведник упадет и поднимется. Надо помнить, что есть последствия, что мы сами себя наказываем. И получить прощение в себе необходимо. Если я спрошу, кто не согрешал здесь, не останется, как бы, все согрешали. Все имели проблемы, у всех какие-то были мультики, у всех какие-то были проблемы и многих может быть и остались. Если подходить к церковным старым методам, то никто бы сейчас не спасся. Поэтому Павел говорит, благодарность Богу в Иешуа Мессии, который избавил меня от этого тела. То есть через Мессию и надежду Него о прощении своих грехов мы получаем победу. И поэтому молитва моя за всех вас, те, кто не женаты и те, кто женаты, будет очень простая, чтобы мы исполнили Божье предназначение нашей жизни. Быть правильными мужьями и женами, чтобы ребята выходили замуж, женились, девушки выходили замуж, чтобы у нас было все правильно. И не стесняться этого, делать правильные вещи и быть открыты друг к другу. Последний вопрос. Хочу узнать вашу точку зрения по поводу реабилитационного центра, что там у нас есть в церкви реабилитационный центр, и в одном помещении девочки и мальчики. И вообще можно ли служителю оставаться с девушкой, которая только приехала молодая, красивая, наедине отводить и общаться с ней? Вообще стоит ли это делать? Или для этого нужен женский служитель, или только женский служитель должен заниматься этими вопросами? Чтобы не искушал нас сатана, лучше заранее предусмотреть такие вещи. Я думаю, что я ответил вопросом, когда я сказал, что я не подвожу никого в своей машине. Даже если это момент, если уже старится, или еще такая вот, ей нужно подвести просто по служению, и то пытаюсь, я посадить ее на заднюю часть сидения, не для себя, вообще по этикету это будет правильно. Следующий момент, если вы пастор, как пастор, как служитель, я вообще не разрешил бы репцентр иметь общий, 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 не позволю. это если в старые времена монахи делали целые туннели от мужского к женскому и самое то вы понимаете эроз до чего доводит, до тяжелых работ, я понимаю, вы что понимали, искушение есть искушение, чтобы дьявол искушает, то есть плоть есть вперед, смотрите, это заложенные Богом чувства, но к чему нас искушает сатана, к чему, не просто иметь секс, а к греху, то есть приступить к правильному моральному закону Божию, кто не женат, и говорю вам, чтобы избежание блуда, каждый иметь себе жену, свою собственную жену, знаете, и я понимаю, что сложно, особенно сейчас сложно ребятам, может быть нет работы, может быть еще сестры смотрят на эти стороны таким образом, но не получается, это не означает, что нужно позволять себе это не Продолжение следует...